Христос воск... Зачем я вообще записался на этот курс? Первая строчка в трейдере Арстейшена стартует второй поток курса! Особенно удивил меня Геннадий, который сказал об этом в прямом эфире. Да ладно, это же Лео, основатель Арстейшена! Тоже мы там такого наделали. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хей ребятки, доброго времени уток, с вами как всегда Арталанский. И сегодня уже третий месяц, как я учусь на курсе по созданию стилизованных персонажей в школе XYZ. И да, я почти лысый. Сегодня я расскажу, что вообще произошло за эти три месяца и самое главное, стоило ли оно того. Мне довольно часто задают такой вопрос, мол, зачем я вообще записался на этот курс, если я и так все это знаю, все это умею, в видюшки даже снимаю по этой теме. Но, блин, если посмотреть на мои работы и на работы преподавателей, то тут как бы становится все очень и очень очевидно, что не так-то много я умею и не так-то хорошо. Если еще и вы смотрите, с какой скоростью они это делают. В общем, причина очень простая, я просто захотел поднять скилл. Тем более, что персонажка не самая сильная моя сторона. А программа курса как раз охватывает создание персонажей, пусть и стилизованных, но ты создашь персонажа на курсе с нуля и до его анимации. То есть его можно продавать на стоках, экспортировать движок в тот же Юнити или Анрилл. И с этим можно спокойно устраиваться куда-нибудь в студию, пусть даже иностранную. В целом, я очень хорошо знаю Зибрэш и вообще все программы, которые используются в этом курсе, но дело даже не в этом. Я не знал и половины того, о чем рассказывали менторы именно по творческой части создания персонажа. Я никогда даже не задумывался о таких вещах, хотя они во многом были достаточно очевидны. В общем-то, было много пробелов, которые заставляли меня сомневаться в правильности моих действий. Правильно ли я делаю? Можно ли вообще так поступать? Не захейтят ли меня там какие-нибудь, не знаю, разработчики, которые будут потом покупать и использовать эти модели? Ну а теперь, к счастью, все эти пробелы я уже восполнил и на 100% уверен в своих действиях. И вот это вот как раз то, что мне не хватало до курса. И во многом это заслуга менторов, потому что просто посмотреть лекции – это одно. Но когда тебя проверяет уже человек из индустрии, который работает немного лет и уже много собак съел на этом… Прости, Николай, я знаю, что ты собаковод. Неудачная шутка. К слову, менторы у нас тоже не простые, это не может не радовать. За плечами у них достаточно громкие проекты. Например, у ментора, который ведет нашу группу, совсем недавно релизнулся Doom Eternal, над которым он принимал участие. По-моему, это очень круто. И когда такой человек делится своим опытом и проводит те же мастер-классы по созданию всяких там уродцев, монстров и прочих созданий, при том делится вообще своим процессом, который он использует в работе над ААА-проектом, это дорогого стоит, ребятки. Даже с одного только мастер-класса я уже подчеркнул много информации и использовал ее в той недавней работе по волку, которая, кстати, в инстаграме набрала в три раза больше лайков, чем обычно, что вообще было неожиданно. И раз уж мы заговорили про работы, я думаю, вам будет в целом-то интересно посмотреть, что же мы там такого наделали. Посмотреть большую часть скульптов вы можете как раз по ссылкам в профиле Николая. А пока что вот мой первый орк, которого я сделал в первые две или, кажется, три недели курса и, собственно, после нескольких лекций. Он мне безумно нравился, но я понял, что хочу больше и лучше, поэтому начал делать второго орка, более реалистичного. Или, как сказал мне ментор, поменьше Диснея. Собственно, так выглядел первый этап без брони и вот так с броней. Потом, после проверки домашек, о которых я расскажу чуть-чуть позже, я переделал примерно четверть и начал дорабатывать его дальше. Каких-то 100% идей насчет этого у меня не было, так что придумывалось все на ходу. Кстати, еще внутри школы были организованы ежедневные спецкульпты, так называемые 40-минутки. Правда, в них я участвовал всего около недели и понял, что стал отставать от основной программы курса, поэтому пришлось на них подзабить, к сожалению. Господи, наконец-то я нормально освоился зимоделером. По-моему, это единственное в Зибрише, что никак мне нормально не давалось. И оставался почти финальный шаг. Нужно было добить модельку по детализации и подготовить качественный рендер в Кишоте. Это было довольно кропотливое, но, в принципе, интересное работенка, при том, что я сделал это меньше, чем за сутки. Это был вообще самый настоящий кранч, и я прям дико доволен, что я с ним справился. И да, мои старания окупились. Первая строчка в тренде Арт Стейшена. Мы это сделали. Мы буквально захватили тренды, ну, большая часть, правда, отвалилась через несколько часов. А вот моя работа наряду с работой ментора и еще несколькими крутыми модельками задержались там подольше. Это было просто офигенно, но и это не все. Первая мысль. Да ладно, это же Лео, основатель Арт Стейшена. Да, у него почти 40 тысяч лайков, но работ на Арт Стейшене в сотни раз больше. И то, что нас заметили и лайкнули, это очень круто. Во многом, это, конечно же, заслуга менторов, которые заботливо проверяли все наши работы в прямом эфире. Указывали ошибки, помогали их исправлять, давали множество полезных советов и просто рассказывали интересные истории из опыта. Это были довольно ламповые и уютные вечера в очень дружеской атмосфере. Это дорогого стоит. Да и вообще, сам коллектив студентов попался, знаете, весьма дружелюбный. Кстати, довольно прикольно было встретить там своих подписчиков, которые еще и пришли по моему промокоду. Особенно удивил меня Геннадий, который сказал об этом в прямом эфире. Сидел спокойно, лепил и тут нативом. Это было прикольно. Кстати, так вышло, что день рождения одного из менторов попал как раз на день проверки домашних заданий. И мы со своей группой решили устроить ему сюрприз. Мы потратили на это почти целый день, но оно того стоило. Ну вот я смотрю по превьюшкам, это точно новый архив? Да, это новый архив. Так. Так, а ты скачал второй, ты уверен? Потому что ты сейчас смотришь первый. О да, вот это 40 мегабайт весит. Так, PSD-шка, а чё только PSD-шка? Ох ты, блядь. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Ой, ну всё, ребят. Хотим поздравить самого крутейшего, одного из самых крутейших преподавателей в галактике. Справился так тебе, Николай. Блин, спасибо огромное, ребят. Прям до слёз, короче. Бля, хамуха. Какой кайф. Офигеть. Не ожидал, ребят. Господи, блях, хамуха. Сейчас, подождите, я дыхание наберусь. Фух. Так. Христос вас... Дарфсайдер, что? Пять? Сидишь? Надо вот этот тортик распечатать, походу, да? И поставить мне на стол навсегда, короче. На память. Блях, хамуха, я бы всё это распечатал, поставил, прям вокруг бы обставил сейчас. В общем-то, блок по скульптингу мы завершили. И сейчас начинается блок по ретпологии. Работа эта достаточно нудная, рутинная, но, тем не менее, очень важная. Поэтому сделать её необходимо. Дальше у нас пойдёт уже блок по UV-развёртке. Думаю, это будет побыстрее, но всё так же неинтересно. А вот потом начнётся текстурирование в сабстансе и анимации. Вот там-то мы и оторвёмся. Так что через не такое уж и долгое время моделька будет полностью закончена, раскрашена, занебирована. Вполне возможно, что даже через недавний мой костюм для моушн-капчура это будет вообще прикольно. И потом всё это дело будет продаваться на Unity Asset Store и Marketplace. Вот так. Кстати, если вы тоже вдруг захотели научиться создавать персонажей с нуля, то 1 октября 2020 года стартует второй поток курса. Вас выйдет с культ Зиброша и топологию в мае, запекание в Моросе Тулбак. Научитесь текстурить, рендерить, ригать и анимировать. Помимо персонажей, ты создашь ему ещё и оружие, и броню. Научишься лепить тряпки и правильную анатомию. Научишься создавать монстров от человека, который делал их для Дума Тернал. А если успеете записаться до 28 мая, то ещё и получите скидку в 30%. Более того, у вас на вооружении всегда есть мой промокод на 10% дополнительно, сверху вот этих 30. Более того, сейчас можно внести предоплату и забронировать цену со скидкой. И если вы всерьёз хотите научиться создавать персонажей с нуля и вообще неплохо так сэкономить, то это отличный шанс. Ну а если хотите попробовать себя в этом нелёгком деле, хотя с такими курсами-менторами это заметно легче, уж поверьте мне. В общем-то записывайтесь на бесплатные курсы и сами посмотрите на всё, о чём я говорил. Там, конечно, не будет менторов, но там будет классный обучающий материал. Ну а я тем временем пойду готовить для вас сразу несколько крутых видео по созданию игры за 500 долларов и по сборке нового ПК для разработки игр и 3D графики. С вами как всегда был Арталаски. Берегите себя. Пока. Субтитры подогнал «Симон»